Здравствуйте, в эфире Парадокс с Игорем Виттельем, это Игорь Виттель, а в гостях у меня сегодня Эдуард Лимонов, писатель, лидер коалиции Другая России, Владимир Новицкий, адвокат, президент российской секции Международного общества прав человека. Здравствуйте, Владимир. Владимир уже судорожно хватается за микрофон. Вы его поближе к арту? Ну, как вы понимаете, сегодня мы будем, вообще, как бы мы официально назвали это, что будет с российским протестом, но обсуждать мы будем и вообще российскую оппозицию, в скобках оппозицию, все виды российской оппозиции, ну и главная новость последних двух дней, это что же случилось с Алексеем Навальным, которого показательно посадили, а потом также показательно тут же выпустили, Эдуард Вениаминович. Мы с вами буквально разговаривали дня за четыре до этого, помните? Мы обсуждали, зачем Собянин дал ему голоса. И, в общем, пришли к выводу, ну, нелицеприятные вещи мы с вами говорили об Алексее, если вы помните, и тут вдруг из мамины, из спальни просто власть в наглую дает пятерочку, не поймите за что, а потом точно так же выпускает временно до выборов. Обычно это свидетельствует о расколе внутри правящей элиты. Я думаю, что мы имеем дело с ярко выраженным расколом. Одна сторона, условно назовем ее Собянинской, хотя Собянин может быть там незначительная фигура, но он виден нам. Одна сторона, Собянинская, тащит Навального на выборы и, похоже, хочет его легализовать, то есть сделать его частью нашей большой политики. А другая сторона усиленно тащит его на нары за вот это уголовное преступление, которое ему вменили в статью 160. И отсюда вот эти все странные чудеса. Это театр. Французы говорят «Куда театр». Имеется в виду вот такой театральный удар. Вчера одну ночь переночевал за решеткой и выходит. Это все результат перетягивания каната между, видимо, силовиками, предположим, условно, и вот этой вот группой Собянина. Эдуард Иванович, вот я постоянно задаю эти вопросы людям. Я тут вот, Владимир, не даст соврать, буквально минуту до вашего появления в студии, мы с ним как раз об этом и говорили. Я как раз и говорил, что во власти все-таки несколько из кланов, они перетягивают друг на друга. Но когда я задаю вопрос, а кто вот эти люди там, вот вчера мне, например, говорили, это люди близкие к Путину, которые хотят в нем как-то его паранойю и фобии и прочее как-то разжигать, они вот так поступают с Навальным. Я говорю, хорошо, скажите, кто эти люди? Ну, назовите там поименные или хотя бы там опишите, да, кто это может быть. Молчат. Вы говорите Собянин, я догадываю, что Собянин там тоже не на первых раз. Кто это может быть? Ну, назовем еще одну фигуру, которая была видима, это банкир Александр Лебедев. Заметьте, что его совсем недавно показательно осудили за драку с Полонским на 150 часов там принудительных работ. Вот. Вспомним, что это банкир Лебедев ввел Навального в совет директоров аэрофлота. Это вот детали, которые мы собираем. Конечно, нам невидимо целое. А что вы хотите? Кто вам... Ну, кстати, я хорошо знаком с Александром Евгеньевичем, я не думаю, что он где-то там на первых ролях в этих... Тоже не на первых, но тот, кто на первых, усиленно скрывается. А кто? Кто? Ну, хочется понять, что же эти идеи... Ну, слушайте, я не работаю в спецслужбах и не работаю в следственном политике. Но вы же опытнейший человек, вы же опытнейший политик. Если бы работал, я не в интригах опытный. И у меня нет никого. Я последнего мелкого чиновника видел два года назад, предположим. Кого? Поэтому... Да кого? Я даже не помню, кого, ей-богу. Не хочет, Эдуард Вениамовичем? Не, ну почему? Ну, могу вам сказать. Майорова я видел два... Я даже не знаю, кто это. Как это? Как он? Глава департамента безопасности и московской мэрии. А, я на липе безопасности? Да, Майоров вчера, например, во время... Я только что слышал его интервью. Во время всех этих волнений вокруг Манежной площади, он там находился и рулил, и высказывался от имени московских властей. Вы требуете невозможного. Но я хочу, я ощущение ваше хочу... Вдруг вы догадываетесь. Вот мои ощущения, основное, что идет борьба двух групп. Двух. Очень влиятельных, и очень влиятельная группа стоит за Навальным. Пусть его... Согласен. Пусть его, те, кто его поддерживает, не обольщаются. Он не независимый. Он готов продать родную маму для того, чтобы стать легитимным политиком. Он уже доказывает это то, что он взял подписи муниципальных депутатов от Собянина, проклинал депутатов от Единой России, которые он проклинал, иначе как партию жульков воров не назвал. А вы знаете, как я назвал до кучи все? Как я назвал партию Навального? Партия шулеров и шарлатанов. Пшиши. Еще лучше. Хорошо. Эдуард Вениаминович, я с вами полностью практически согласен, кроме того, что я считаю, что это не две группы, а несколько. Но это не имеет сейчас значения. Владимир, я бы хотел обратить ваше внимание на поведение еще одной интересной группы. А нам, по-моему, пора давно уже делать, как было дело врачей, дело адвокатов. Потому что есть определенный набор адвокатов, которые за что не возьмутся, подсудимые гарантированно получают сроки или проигрывают. И у меня возникает впечатление, что это очередной опять-таки сговор каких-то кланов с властью. Я могу говорить про Пусси Райт, про адвокатов, кстати, близких Навальному, по-моему, Виолетта Волкова и там засветилась. Еще несколько адвокатов, не хотел бы называть еще одного достаточно известного. По-моему, в данном случае адвокатура используется даже не столько для защиты, сколько, наоборот, для нападения. Вам здесь не возникает такое ощущение? Нет, я в данной ситуации не могу с вами согласиться. Потому что, к сожалению, роль адвокатуры реально, особенно роль адвоката в суде, и Эдуард Вениамич не даст солгать. Он сам был и фигурантом процессов, и гражданских, и уголовных, к сожалению. Сегодня значительно приниженное и влияние адвоката на принятие решения. Редко не связано с его профессионализмом, а вот в таких процессах с теми кулуарными, какими-то непонятными сигналами, которые может получать соответствующий судья. Вы знаете, вот простите, я тогда поясню, что я имел в виду. Нередко адвокаты, в том числе и на процессе Пусси Райт, вместо того, чтобы как-то смягчить историю, пустить подсудимого по более мягкой, возможно, статье, делают из них политических фигур, тем самым отягощая их судьбу и сами пиарясь на них. Это то, что произошло с Пусси Райт. Вы же помните, как фигурантская компания раскрутили Пусси Райт, чуть ли не украли у них бренд и так далее. А еще один очень важный момент, вот посмотрите на вчерашних адвокатов, про историю, что завтра же может выйти на свободу, потому что по 160-й статье, как вы знаете, не мне вам рассказывать, до вступления приговора в законную силу вполне возможно не содержание под стражей. Про это вчера ни один адвокат почему-то не сказал. Госпожа Давыдова, Давыдова, по-моему, ее фамилия, да, если меня не изменяет? Давыдова. Молчала, обнималась с печальными глазами тюленя, хлопала офицерова по плечу, но ни слова не сказала, подождите, пацаны, ну есть вот еще и такая опция. Может, они, конечно, специально не хотели об этом говорить публично, но прокуратура, бац, и прямо прокуратура Кировской области обжаловала, не адвокаты, прокуратура. Мне кажется, это издевательством тоже над правосудием. Вы знаете, я думаю, что здесь вот может быть новой версии, я все-таки не склонен обвинять в случившихся адвокатов, знаете, а также... Да, я не обвиняю в данном случае адвокатов. Да, обвинять швейцара, что плохо работает учреждение. Мне кажется, что здесь вот в ситуации с Алексеем Навальным возможно несколько сценариев. Один из них, что рассказал Эдуард Вениаминович, другой, возможно, просто самый простой, эксцесс исполнителя, то есть судья где-то что-то либо принял сам решение, либо какие-то, не знаю, если были до него какие-то неформальные сигналы доносились, воспринял их не совсем так, как надо. А как доносится? Вот объясните, как адвокат. Я не знаю, я не могу предполагать данную ситуацию. Не данная ситуация, вы адвокат оптимый. Расскажите мне, как обычно доносятся сигналы до судей. Как это все происходит? У нас политизированная правосудие. Судья тоже находится в государстве, в обществе, он тоже следит за прессой, читает те или иные комментарии. Судья же, наверное, тоже не совсем идиот, и понимаешь, что может быть борьба властных кланов. И что неплохо бы уточнить, если уж он решил-то сыграть на чьей-то стороне. Так расскажите мне, как это происходит. Ему звонят из администрации президента, ему звонит ночью лично Путин. Или кто, или что. Или вот из этих властных кланов Собяниному позвонил в одну трубку, а в другую позвонил, допустим, не буду говорить, кто из администрации президента искал. И судья не спит, он говорит, идите в оба. Вы знаете, я не могу. И принимать самостоятельное решение. Лично мне не звонил ни Путин, ни Собянин. Вы же адвокат, вы же знаете, как это происходит. Но я могу предполагать тоже и сказать, что я знаю, можно тем самым стать фигурантом соответствующего процесса по обвинению в клевете соответствующих должностных лиц, в том числе и судей. Я думаю, что здесь опять... А вы говорите, а вы надо говорить по моему мнению. По моему глубоко оценочному обсуждению. Правильно, правильно. Но в данной ситуации, вероятно, напрямую, конечно, никто с судьей в Кировске не связывался с верхних эшелонов власти, если даже предположить такую ситуацию, что какие-то были сигналы. Скорее всего, это шло каким-то опосредованным образом через высшестоящие структуры, но областного максимума, там, зонального уровня. И вот эти сигналы, если они были, и мы можем предполагать, что в таком процессе, наверное, какие-то все равно такие движения могли быть, могли быть распределены своеобразно судьей и неправильно истолкованной. А может быть, ничего этого не было. Прокуратуру тоже потом никто не звонил, прокуратуру сама воспринимала только другие сигналы. А может быть, здесь нет никакой борьбы властных структур внутри себя, вот этого вот клана А против клана Б, а просто есть разыгранный сценарий. После выпуска новостей, если не возражаете. Ну, мы снова в эфире, это «Парадокс» с Игорем Виттерем, и в гостях у меня Владимир Новицкий и Эдуард Лимонов. Мы с вами остановились на том, что, возможно, был сценарий. Владимир, пожалуйста, расскажите нам, какой это был сценарий. Я думаю, что вполне возможно, что это был специально проработанный сценарий всех этих действий. Оперативное вынесение приговора, оперативное реагирование прокуратуры и наблюдение за ситуацией контрольных групп, как они поведут себя. Интернет, сообщество, люди на улице, будет ли какое-то движение в реальных массах. Это, конечно, бином Ньютона, как говорилось в известной книге. А мы все здесь, у нас бином Ньютона, мы все гадаем на кофейной кушке. Нет, это в ироническом понятии. Все прекрасно было понятно, где, сколько, что выйдет. Что им тестировать-то? Вот чего тестировать? Вот если бы вы мне сказали, как Эдуард Вениаминович, это был сценарий, в котором участвовал сам Алексей, для того, чтобы повысить его рейтинг, а я уверен, что его рейтинг вчера где-то с 4-5 взлетел куда-нибудь к 20. И они своими руками надувают этот шарик. Вопрос, кому это надо и зачем? Эдуард Вениаминович, кому? Наверняка за этим стоят какие-то экономические структуры. Я не думаю, что здесь экономика замешана. Здесь борьба влияний, понимаете? Власти учли уроки последнего года 2012, постоянных этих болотных митингов. И они решили допустить в свою среду на какие-то пока очень мелкие роли вот часть договороспособных представителей оппозиции. Какая власть? Кто из власти? Ну, вся. В данном случае вся решила. И, видимо, Путин, мое мнение, это опять-таки мнение, я не опасаюсь преследования, а просто это пока на уровне не гипотезы, а мнения. Я предполагаю, что Путин стоит над схваткой. Он, наверное, сказал, делайте что угодно, но чтобы только было спокойно. И вот, условно говоря, та группа, которую мы назвали группой Собянина, они решили демократизировать каким-то образом людей, людей каким-то образом нейтрализовать. Вот все эти тысячи людей, которые выходили на протяжении последнего года. Они сказали, давайте возьмем свою среду Навального, давайте возьмем еще Митрохина там, вот. А почему бы не взять еще более безобидных людей? Да нет, они все правильно решили. Они взяли самого... Адиозного. ...самого влиятельного в данном случае. Потому что, посмотрите, все остальные-то разбежались, либо сдулись. Кого? Гарри Каспарова, который уехал в эмиграцию. Кого? Бориса Немцова, который потерял из-за цепи своих предательств, он потерял две трети своего авторитета. Кого брать? Навального, конечно, брать. Тем более, ему... Понятно, что это человек, который допускал мошенничество в сфере экономической, и с удовольствием было понятно, что он пойдет и на мошенничество в сфере политики. Тогда вопрос. Вот давайте, вражь решил и потестировать. А если бы нет... Не потестировать. Нет, подожди, а на секундочку... Не-не, протестировать, говорил Владимир. Да. Вот вопрос прямой. Значит, допустим, все говорят, что вот это бьет по Собянину, это делает выборы нелегитимными. Да фиг с ним. Ну нет, у Навального сегодня есть еще, почему, зарегистрированных, еще, по-моему, 4 или 5 кандидатов. 5 всего 6. 5 всего 6. Без Навального 5. Без Навального 5. Значит, если не считать Собянина, значит, Собянин плюс еще 4. Хорошо, а даже если бы был один Собянин и вообще его назначили, на улицу бы вышел народ, сверх бы власть, что ли? Чего им бояться-то? Все правильно. Бояться того, что уже было. То есть бояться... А что было-то? Бояться болотное, бояться тысяч людей, которые выходят. Им надо было бросить кость. И вот такой костью является регистрация Навального на выборы. Ваше оценочное мнение, Дород Аминьевич. Путин боится вот этой болотной условно. Он не боится. Он умный политик. Он понимает, что надо бросить кость. Чтобы не было конфликта, надо взять... А что ему, если есть этот конфликт? Взять и адаптировать. Взять и принять в себе. Это по-умному. А и так, на самом деле, Путин еще любит демонстрировать. Он очень умен. Я не спорю с этим. Я просто считаю, что он еще и силен, и не надо ему бросать эту кость. И так они обойдутся. Это вы так считаете. А он сидит и слушает советников. Одни ему говорят одно, другое, другие другое. И тогда он говорит, а решайте сами. Главное, чтобы было тихо. И Собянин решает. Ему дали карт-бланш одновременно. У него есть противники, которые не хотят этого. Хорошо. Допустим, Владимир, вы, видя того, что случилось с нашей условной оппозицией в 2011 началось, да? В 2011 началось. В 2011 началось, в 2012 продолжалось, да. Вот эту вот деградацию того, что происходило, когда действительно уличный протест, и мы видели, как он шел по нарастающей, сдулся, когда же, ну, я бы, вежливо скажу, шарик, да? А на самом деле лопнул, как то, что Владимир Владимирович предполагал, висел вместо Белых Леточек. Он почему сдулся? Я не думаю, что он сдулся. Я думаю, что он стал более латентным, но остался у людей, которые выходили под таким эмоциональным как бы настроем. К сожалению, на мой взгляд, одна из проблем, которая была и на Болотной, и на других таких акциях, это отсутствие реальной, внятной, позитивной программы. То, что мы отрицаем, это понятно. Что мы предлагаем взамен? Тот же Навальный при всех делах, мы уже тоже говорили, он же фактически не предлагает каких-то реальных реформ, кроме борьбы с коррупцией, лозунгов и борьбы с коррупцией. А замена без изменения системы одних лиц на других, мне мне вам объяснять, приведет к тому, что старый дракон уйдет, появится новый. Поэтому в данной ситуации именно на МОЗе отсутствие внятной конкретной программы и, может быть, даже левой программы, которая сегодня имеет право на существование, препятствует... Спасибо, что разрешили. Нет, я не решаю, я просто считаю, что она действительно должна быть в нашей стране, как и не только либеральная программа имеет право на существование. Эдуард Юрьевич, не только либеральный, мне нравится это снисходительное разрешение, оно, конечно, либеральная программа, но мы еще немножечко тут вам разрешим слева плевать, извините за эту татологию. Эдуард Юрьевич, ну вы как специалист по оппозиции. Я не специалист по оппозиции, я оппозиция. Назовем это так. Старая, старая, махровая, вот уже 18 лет. А вот Василий Уткин вчера, простите, перебью, мне, кажется, сказал прекрасную фразу, когда мне сказали, Василий, а как вы оказались в оппозиции? Какой оппозиции? Я живу здесь. Да, да, да. Вот я в тюрьме тоже так по-тюремному говорил, я тут живу. Это очень шикарно говорить такое. Так вот, как оппозиция и специалист по собратьям по оппозиции, давайте перефразируем, как так получилось, чтобы они так сдулись? Да, кстати, не только они, и, в общем-то, протест с Вашей стороны, к сожалению, заметен все меньше и меньше. Я Вам объясню, что, во-первых, надо было делать все в очень короткое время, надо было делать буквально 10 декабря, первый раз, когда была, был эффект неожиданности. Я это повторяю и буду повторять. Прозевали шанс, который был всего один или два раза. Вот один раз 10 декабря. Масса людей тысячи, около 100 тысяч, которых никто не ожидал. Надо было остаться в центре города, на площади революции, не слушать предателей протеста, которые в своих целях Вот этих-то хоть поименно можно назвать? Да, пожалуйста, те, кто был на совещании в мэрии в ночь с 8 на 9 декабря. Это Рыжков, это Пархоменко, это Гудков, и Немцов. Вот эти люди договорились. Со стороны власти был господин Громов, вы любите фамилии, представитель тогдашней администрации, а со стороны мэрии был господин Горбенко, вице-мэр. Вот они все договорились и спасли власть, вот эти предатели, которых я назвал, спасли власть тем, что увели людей из центра города. Все ясно, как две капли воды. Да, да, как бы взяли и увели далеко на Болотный остров. А если бы нет? Вот эти сотни тысяч хипстеров и креативного класса. Это нет, там не было хипстеров, там был кто угодно. Там был кто угодно. Хипстеры появились попозже. А там были действительно рассерженные люди по разным причинам, недовольные результатами выборов 4 декабря. Им надо было пройти 250 метров этим 100 тысячам с площади революции, войти в большой Черкасский переулок, встать возле здания ЦИКа и сказать, мы отсюда не уйдем, пока не будут аннулированы, отменены результаты выборов. Вот все. Ничего не надо было не махать руками. Значит, дальше допускаю, ваш сценарий, дальше происходят честные выборы, на которых результат примерно будет одинаков, чуть больше получают коммунисты из праворуссов. С вами давайте воздержимся от размышления дальше. Ну, потому что важно было отменить выборы. Вот что. Вот что было важно тогда. Хорошо, тогда объясните, что нужно делать сейчас. Это была бы победа. Это была бы победа, которая ничем бы не вернулась ни для экономики страны, ни для губительного, ни для экономического курса. Вы вводите в это, знаете, разум такой, да? А вы имели сто тысяч или около ста тысяч разгневанных интеллигентов и около интеллигентов, Я свои эмоции оставил в девяносто первом году у Белого дома, когда мы махали там российскими флагами. Извините, с девяносто первого года, видя, чем это закончилось, я так же, как и вы, предпочитаю включать разум, а не эмоции. Мы же сейчас не говорим о том, что... А мы еще и говорим о том, что нам сейчас дело. Вот что нам с вами... Мы говорим о том, что было возможно. Я вам говорю, с точки зрения... Было возможно, хорошо. С точки зрения поведения толп, которые управляются страстями, а вовсе не вашими или моими этими самыми извилинами серого головного, да? Вот надо было сделать, надо было отменить. Ближайшая задача была отменить. И после этого та вот эта вот толпа нелегитимная превратилась бы в абсолютную легитимную и превратилась бы во власть, как она превращалась в везде, от Египта до Грузии. Вот все, что нужно было сделать. Это правда. Только это... Извините, Игорь, но только это и было целью и является целью народных выступлений. Безусловно. Все остальное, оформление, программы, это для профессионалов. Для профессионалов, политиков. А толпа должна была выполнить свою роль, отменить выборы, добиться отмены выборов. Но мы теперь видим, чем закончилась Египта с отменой выборов. Ну, слушайте, если бы волков бояться, в лес не ходить. Извините, волков бояться, это кровь, это убитые люди. Почему кровь? Милиция была... Я смотрел на милицию, с которой я живу последние 25 лет, наверное. Я их знаю, у них были лица покорных собак. Я вам говорю, они бы даже пальцем не пошевелили. Тем более, что физически вы не можете разогнать толпу в 100 тысяч человек. Я о Египте. Во-первых, толпа в 100 тысяч человек разгоняется достаточно элементарно. Ой, это вы, Игорь, говорите зря такое. Тем более, наша... Понимаете, вот сейчас, спустя полтора года, мы имеем уже массу оперативных планов у полиции. Они знают, как себя вести. В тот день, 10 декабря, они открыли рты, конечно. Еще можно было сделать. Второй шанс был, знаете, когда? 5 марта 2012 года. После выпуска новостей продолжим этот жаркий спор. Ну что ж, мы опять возвращаемся в студию, где продолжается у нас жаркий спор с Эдуардом Лимоновым и Владимиром Новицким. Хорошо. Владимир, теперь ваша очередь. Я даже соглашусь с Эдуардом, мы можем спорить о последствиях, о том, как разбивалось бы дальше. Но то, что шанс был упущен именно тогда, тут вообще вопросов нет. Как говорил товарищ Сталин, у меня других писателей для вас нет. Вот у нас сейчас есть та ситуация, которую мы имеем. Та политическая, экономическая ситуация в стране, которую, в общем-то, безусловно, тем или иным способом надо менять. Ну, по крайней мере, экономическая ситуация, она может привести и к тяжелым политическим последствиям. Мы видим тот практически сдохший протест. То, что мы видели вчера, ну, кого-то это может впечатлить, но это даже не площадь Тахрир. Точнее, не даже площадь Тахрир, это даже не турецкие восстания, не парк Гюзе. Не начало их, да? Не то, что не Тахрир. А что в этой ситуации, сейчас, тем или иным способом, в рамках существующей власти, либо в рамках протестов, можно и нужно делать? Во-первых, мне кажется, можно согласиться с Сударом Венимовичем, в части, что любой политик должен четко чувствовать ситуацию и знать, когда вчера было рано и когда завтра, может быть поздно, то есть действовать в соответствии с реалиями существующими и реагировать на них правильно. Второе. В данной ситуации, мне кажется, отличие наше от площади Тахрир и всех остальных в том, что на самом деле в этих народных движениях в Египте и других странах, как правило, эти движения поддерживаются по меньшей мере на эмоциональном уровне, в том числе и в провинции, в том числе и широкими массами. У нас пока такого реального движения поддержки в средних и малых городах России не наблюдается. Поэтому... А почему? Я думаю, что пока еще не настала та точка невозврата именно для провинции, в которой уже любое действие власти будет восприниматься негативно. Хотя... Так, одну секундочку, тогда давайте посмотрим на ситуацию еще раз. Значит, для... Назвайте, как хотите, рассерженными горожанами, креативным классом, хипстерами недоделанными, еще кем хотите, да? Для них точка невозврата настала, а для провинции нет. Я думаю, что да. Они почему вышли вот в какой-то момент... Понимаете, вот Эдуард Фёняминович выходит каждое 31-е число и выводит своих, да? Это я понимаю. Нет, это очень уважительная и почетная и достойная акция, которая проводится. Долбит в одно и то же место, простите за выражение, долбит, да? Стена догнилая, от к ней развалится, говорил Ленин. Я правильно излагаю, Эдуард Фёняминович? Вы сводите мою деятельность прямо только... Нет, 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 я не свожу... Нет, я имею в виду, что... Хорошо, просто как символически. Вы постоянно выходили на улицу. Мы начали борьбу за статью 31-ю, мы считаем своим долгом и её продолжаем. Хорошо. Вот, значит, люди, которые постоянно этим занимаются. Теперь люди выходят на улицу. Что? Как надо было плюнуть людям в лицо с выборами для того, чтобы такая масса людей, а вышла сначала значительная масса людей, вышла на улицу. Это, как там у Ленина-то было, это причина и повод надо различать, да? Поводом были выборы. Причин у вот этого вот креативного класса. Они какие были причины? И почему они отсутствуют в провинции? Не только в провинции, а за пределами этого креативного класса. Ну, сколько в Москве выходил там топ? 150 тысяч человек, да? Ну, 150 это... Ну, это преувеличение. Преувеличение. Ну, даже допустим, неважно, 100 в 9-миллионное, а по другим подсчётам в 12-миллионное в Москве, да? Реально, думаю, что 15 миллионов с учётом всех делегалов. Значит, хорошо, представьте сочувствующих типа меня, которые не выходили, потому что и мне с теми, и с другими не поплытили. В том числе и меня, который тоже не был, хотя бы сочувствовал, да? Значит, хорошо. Это было ещё пару миллионов, допустим. Да, люди, которые молча сопереживали. Вся остальная часть, им глубоко плевать. Почему? Им и так хорошо. У них не назрели причины. Они себя хорошо чувствуют. В чём причина? Почему? Где массовый протест? Может, мы все преувеличиваем? Может быть, нам не стоит? Может быть, нет такого судейского и милицейского беспредела? Может быть, нет такого воровства? Может, нет такой коррупции? Может, всё хорошо? Ну, для массы, на мой взгляд, основным критерием является их экономическое положение. Экономическое положение в провинции ухудшается. Это мы тоже должны понимать. Начиная от этих вот безграничных кредитов, которые загоняют людей, особенно бедных, в долговые ямы. Понижение уровня жизни, повышение зарплаты, ухудшение медицинского обслуживания. Но пока ситуация ещё не критическая. Поэтому эти люди всё-таки, наверное, во многом, сохраняя такое архаичное сознание, считают, ну, слава богу, лишь бы не было войны. И во многом готовы смириться с существующей властью, мотивируя это тем, что... А чем другие это лучше? Другие ещё хуже. Поэтому мы выбираем этих. Что касается креативного класса, то креативный класс, конечно, и в том числе те, кто были на площади, они и эмоционально, и интеллектуально реагируют на ситуацию. Их глубоко оскорбляет сложившаяся ситуация в системе управления, когда несменяемые кланы делят между собой властные полномочия, когда человек, имеющий знания, опыт, навыки, не имеет шансов, не войдя в какую-то команду, сделать какую-то реальную общественную, политическую карьеру, и послужить на благо общества. Хотя такое оскорбление, безусловно, существует. То есть они во многом оскорбляют. Я заметил, что эти люди выходят на улицы под руководством людей, представляющих несколько другие кланы. А укравшего кредит, вот моё глубоко оценочное мнение, подтверждённое расследованием независимое, в том числе американским ФБР, кредит МВФ Михаилом Михайловичем Касьяновым, да, а Борис Николаевич, Борис Фимовичем, простите, Немцовым, да, который тоже представляет определённые экономические интересы определённых кланов, и так далее можно перечислять. В том числе среди них, конечно, попадаются честные, прекраснодушные люди, типа писателя Акунина, который просто там оказался действительно по воле сердца, да, но тем не менее эти люди видят, что они хотят одни кланы заменить другими кланами, что никак не меняет ситуацию в стране. Вы нам тут разрешили, что не только либеральная мысль имеет право но текущая либеральная модель она одна из причин, по которой Россия и, кстати, тут можно предъявлять сколько угодно скажем так претензий власти, но мы видим, как человек, который, один из людей, который завёл Россию в Тудру, в которой находится Тарч Кудрин, Алексей Леонидович, выходит на болотную вместе с теми, кто протестует после этой власти. Дальше мне, простите, как говорят с Одессой, мне с вас смешно. Эдуард Веременович, вам нет? Я совершенно с вами согласен. Это характеризует и власти, и оппозицию. То, что у них одна и та же модель, да, и один и тот же человек, одна и та же экономическая модель. Это опять-таки говорит о том, что Навальный и люди вокруг него, они не несут ничего нового. Они хотят заменить Путина на Навального, вот что, или на Немцова. Почему у них лозунг? Это когда-то был Назбольский лозунг «Россия без Путина». Но мы вкладывали в него другой смысл. А что вкладывает в него Навальный? Это имеется в виду «уберите Путина, все остальное останется так же, так же на месте». Опять будет Кудрин или Кудринский, если не он лично, то Кудринская экономика. Все, все тут понятно. Но это, понимаете, люди, почему столицы? Начнем с того, что Россия централизованная страна. Здесь все лучшие мозги, здесь самые быстрые люди собираются, едут отовсюду и стекаются в Москву. Почему вот этот класс новорожденный, он себя называет креативным, не имея на это права, на самом деле, ну, неважно. Вот этот класс, почему? Да потому, что они выросли за 20 лет на нефти, газе. Это обслуга. Это обслуга вот нашей новой буржуазии, нашего нового капитализма, наших министерств, ведомств, это все в Москве. Вот эти хипстеры, о которых мы говорим, это кто? Это программисты, это офисные работники, это работники, черт знает, каких совершенно фантастических и никому не нужных порой фирм и прочее, и прочее. Вот они набрались. Ничего, в провинции, в России ничего никогда не будет. Будут бунты только, бессмысленные. Больше ничего. А осмысленный, самый осмысленный бунт должен быть здесь. Но то, что мы видим сейчас, меня лично не удовлетворяет и никого не удовлетворяет. И эти люди не добьются без свежей провинциальной крови, бушующей, бессмысленной. Никогда не победят вот эти тихо стоящие на тротуаре и время от времени что-то вскрикивающие полуинтеллигенты. А, Владимир, тут возникает другой вопрос. Я его сейчас задам, просто хотел бы наших радиослушателей послушать. Я хоть телефон специально сейчас не объявлял, потому что не хотелось прерывать нашу беседу, но тут дозвонилось большое количество народу. Виктор, слушаю вас. Добрый день. Добрый день. Нельзя не согласиться с вашими гостями мнения. Например, Эдуарда Лимонова, ну, это просто живая легенда и настолько уникальный человек и настолько точные оценки. Но, тем не менее, Игорь, я согласен с вашей такой осторожной, креативным, умным подходом. Как бы умным, это хорошее. Спасибо. Мы все понимаем, что эти люди, и эксперт, ваш второй гость, это люди, Эдуард Лимонов, который легенда, но он, как офицер окопник, он всю жизнь поставил на кон, он живет инстинктами, он понимает, что заканчивается его жизненный уникальный проект. Вы зря меня уже с вами заканчиваете. Не надо хоронить Эдуарда Вениаминовича. Мои предки доживали до 104 лет, так что все начинается. Это же немного. В нашем возрасте это уже немного. Все-таки, даже сто лет, к сожалению. Но он не видит перспектив. И потому его отчаянная грудь, его голос в глазах. Я бы не сказал. Я бы не сказал. Я, по-моему, один из самых злых людей в моей стране. Чего же ей грусть? Никакой грусти. Как-то вы, Виктор, не отчаянная грудь. В вашем отчаянии. Кончайте эмоции, давайте вопрос. Вопрос давайте. Вопрос следующее. У меня вопрос к Игорю. Да. Как не парадоксально, к Игорю. Игорь, от вас зависит решение России судьбы. Вы понимаете? Вот уникально. Вы же от гостей, а они не могут. Почему? Они в схватке. Они в идеях. Они в борьбе. Они в тонких компетенциях. Слушайте, вы как-то все... Я тоже в схватке борьбе. Гасим, гасим. Так, Вадим, слушай. Вадим. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я в эфире? Да, вы в эфире. Вадим, политаналитик Самара. Я хотел бы внести свою лепту в вашу дискуссию. Мое мнение таково, что проблема России сейчас заключается в том, что представительную ветвь власти, которая, по сути дела, и отвечает за динамизм развития общества и становление гражданского общества, в нее ввели, по сути дела, так называемую вертикаль власти. Таким образом, заблокировав во многих случаях тот самый процесс, когда те или иные явления, образовывающиеся внизу в народных массах, должны транслироваться наверх и находиться наиболее актуальное и адекватное решение. Спасибо, Вадим. Вопрос. Вопросы не задают. Я уже не... Нет, Вадим хотел высказать свое мнение. Так вот, я все-таки задам вопрос Владимиру. Я хоть и сказал, что эмоции я свои оставил в 91-м году, да, я эмоционально с Эдуардом Евгеньевичем, да, мне тоже хочется присоединиться к какому-нибудь бунту, ну, как любому революционеру, а я это не скрываю, да, и поклоннику ярых революционеров. Но мозгами я понимаю, что вот та свежая кровь, о которой Эдуард Фениаминович говорил, а русский бунт бессмысленный и беспощадный, это немножко не то, до чего мы хотим довести. Потому что мы знаем, чем кончаются русские... Это Пушкин, это Пушкин, помещик Пушкин, который боялся, что его рояль разрубят на дрова, а Наталью Гончарова изнасилуют. Вот все. Я думаю, что он тайно желал, чтобы Наталью Гончарова изнасиловали, потому что Пушкин, как любой извращенец, хотел на это посмотреть. Но это помещик Пушкин, это не поэт, не великий поэт Пушкин. Правильно, но, понимаете, вот во мне и борется поэт с помещиком. Понимаете, я не хочу допустить до русского бунта. Я хочу, чтобы Россия все-таки без великих потрясений перешла к великой России, но об этом после выпуска новостей. Ну вот мы и возвращаемся в студию, где с Эдуардом Лимоновым и Владимиром Новицким мы вступаем в последнюю часть нашей дискуссии, в крайнюю часть нашей дискуссии. Владимир, итак вопрос, да, вот что сейчас делать? Я, допустим, да, вот как Эдуард Фениаминович меня назвал помещик Пушкин, да, я не то, что боюсь русского бунта, не хотелось бы его допустить, потому что, в конце концов, мы все получим колу по голове, если сами, даже если его возглавим. На мой взгляд, если говорить о лидерах, то лидеры, которые сегодня претендуют на влияние на массы, должны, если они участвовали в предыдущих каких-то властных перетурбациях, должны признать это и покаяться. И даже покаяться, в том числе и названные Борис Ефимович и Михаил Михайлович, если они хотят быть честными и откровенными перед людьми. А без этого невозможно быть действительно авторитетным лицом перед народными массами. Второе, на мой взгляд, необходим объективный и честный анализ сегодняшней ситуации и конкретное предложение по ее исправлению. Не просто призыв «давайте мы сменим Путина и Медведева, а сами сядем на их место», но конкретное требование, что мы должны изменить, начиная от изменения Конституции, которую, безусловно, нужно менять во всех ее таких серьезных проявлениях, как сверхконцентрация власти у президента и в многих других моментах, и кончая экономической программой, которая должна, безусловно, включать в себя социальные аспекты, которые сегодня фактически... Отказ от либеральной модели экономики. Включая социальные аспекты, включая отказ от той парадигмы, которая просуществовала все 80-е, 90-е, 2000-е годы. Эдуард Юрьевич, тот же вопрос к вам. Напомните, освежите вопрос. А вопрос такой, как бы нам избежать русского бунта при том, чтобы провинция подтянулась, но все это не перешло в некие кровавые рамки. А вы знаете, я против, конечно, кровавых рамок, но я хочу вам сказать, что свежая и новая власть может прийти к власти только путем не вот этих вот вялых выборов, а каким-то путем вот взрыва такого. Тогда она будет чистой, новой и легитимной. Всякая власть, выбранная сегодня в нашей стране, будет абсолютно продолжением того, что мы имеем. Это мое глубокое убеждение. Она должна быть очищена вот этим взрывом. Я не боюсь бунтов. В России столько было бунтов. Потом Россия входила в берега и начиналось все сначала и было здорово. Очень здорово. Ну какой ценой? Ну что значит ценой? Вы что, буддист, который комара боится раздавить? Я, например... Извините, комара я не боюсь, а несколько десятков миллионов... Не то, что боюсь, то не хотелось бы. Никаких десятков миллионов эта мода на кровожадных изменениях политических уже давно прошла. Смотрите-ка, какие сегодня экономные революции. Люди выходят, постоят там, что-то дадут друг другу, немного тумаков, там 20 раздавленных, и новая начинается власть, как правило. Вот что... Почему это хорошо? Что нету гражданской войны. Однако, я вам хочу сказать, что я с вами соглашусь в одном, что либеральный капитализм нам не годится. Нам нужен народный социализм типа латиноамериканского. Недаром у российского народа так очень много общих черт с Латинской Америкой. Не надо на них смотреть. Но в России вот эти идеи справедливости, красные идеи, идеи, почему нас не любят богатых, очень не любят и никогда любить не будут. Потому что это расходится с нашими требованиями нашего национального характера. Давайте, наконец, поймем, что нам нужен этот социализм. И тот, кто его установит, новый, народный, тот, кто его установит, на него люди молиться будут в веках. Маленькая поправка. Вот полностью практически с вами согласен. Одна маленькая поправка. Не надо со мной соглашаться. Вы же ведущий. Я хочу согласиться с вами, но с маленькой поправкой. Дело в том, что вы сравнили с Латинской Америкой. Абсолютно правдой. Но дело в том, что вот люди, которые довели Чили до Альенда, вот которые разрушили экономику Чили до Альенда, к моменту, когда пришел Альенда, что бы он уже ни делал, да, замечательный, прекрасный, светлый человек, царство ему небесное, к сожалению, сделать уже было невозможно. И это доведет до Пиночета. Люди, которые сейчас в России находятся у власти, если русский бунт, вот эти новые силы, влекомые новой идеей, я не боюсь русских националистов, но, скорее всего, это будут они, придут, то их экономическая программа загонит Россию в гроб гораздо быстрее, чем, к сожалению, чем ее загнал бы Кудрин. Потому что Кудрин уже подошел к краю пропасть, а эти сейчас еще пинчище. Позвольте вам заветить, что вы исповедуете такой как бы исторический пессимизм. То есть ничего по вашему... Неправда. Ничего не надо делать. Неправда. А я говорю, давайте начнем. Нет рождения нового без раздавливания того, что было, не происходит. Надо... Вот это ненавидимая буржуями песня... Наш мы новый мир построим, кто был ничем, тут станет всем. Основание, да, основание. Вот это надо, надо, неизбежно нужно сделать. Если не людей, не людей, людей не надо. А вот это вот, то, что мы имеем, все эти старые традиции, все эти отвратительные византийские повороты. Посмотрите, что мы сегодня видим. Это комедия на всю страну, трагикомедия, какой-то калиострый Навальный. То он в тюрьму входит, то он выходит. При всем при этом его только что судили за мошенничество. То есть впереди его ожидает еще мошенничество с фирмой Ифраше, с тем, что украл кто-то 55 миллионов денег у партии СПС. И все это вокруг одного человека. И у него есть поклонники, у этого человека. Просто поклонники. Это бред. Это хуже Распутина. Вся ситуация. И послушаем, Владимир, здравствуйте. Коротко вопрос. Алло, Владимир. Владимир не хочет нами разговаривать. А Виктор, коротко вопрос. Алло. Алло. И Виктор покинул. Саботаж. Алло, да. Алло. Видите, оба сорвались. И перезвоните. Кровавый режим. Саботаж. Кровавый режим дотянулся. Рукой заглянулся. Саботаж. Заглянулся. Из Кировского облсуда. Он сюда достиг. Костлявой. Такой обросший волосами. Костлявой рукой. Попришел саботаж. Это прокурор Блинов. Кстати, с автором Навального говорят, с блинами собираются встречать. Судья, блин. Да. А я его как-то, ну, прокурор? Прокурором его произвели, да. Ну, хорошо. Ее сейчас еще, глядите. Переместили. Волят. Ну, конечно, я думаю, что, скорее всего, так и будет. Мы вас слушаем. Добрый день. Алло. Да, короткий вопрос, пожалуйста. Значит, это Владимир. Да, Владимир. Значит, я хочу сказать следующее. Что, обратите внимание, что все вот эти навальные и особенно немцов, за которыми я пристально давно наблюдаю, им не нужны, значит, цивилизованные, так сказать, перемены. А цивилизованные перемены одна. Заключается в том, что изменения нужно производить через политическую борьбу, через политические партии. Особенно, когда все партии у нас вытоптаны под корень и до политической борьбы не допускаются. Слушаю вас. Алло. Короткий вопрос. Да, слушаю вас. Просто-напросто, сейчас сказали, Навальный хочет. Навальный сейчас уже ничего не хочет. Посмотрите на его глаза. О, Боже. Я не хочу смотреть. Просто выполняет поставленную задачу, что до последнего это просто самый обыкновенный политический клоун. Отработанный его отработает очень быстро. Спасибо большое за ваше мнение. Я слушаю вас. Алло. 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 Это я? Что? Да, это вы. Да, Георгий, я просто хотел сказать, что это уже было, как бы власть повторяется. Было это с Ельцином, когда он ездил в троллейбусах. Спасибо. Это очень глубокая мысль. Мы ее уже тоже проходили. Из Навального делать нового Ельцина. Но ежели кому, кстати, хочется, чтобы Россия сейчас превратилась в ельцинскую Россию, то лично мне с этими людьми точно не по пути. А, кстати, Владимир, вы считаете, что вот как наш радиослушатель предложил с помощью политической борьбы, можно сейчас, что вот такой обычный политический, выходить на выборы, создавать партии и так далее? Нет, но это игнорировать нельзя. И говорить, что переходить только на подпольные методы противостояния с властью, это сегодня глупо и наивно. Конечно, надо использовать все имеющиеся возможности, в том числе и участие в выборах. Безусловно, да. Эдуард Вениаминович. Участвовать в выборах в стране, где нет свободных выборов, я позволю себе не согласиться. Я считаю, что это абсолютно нелепо. Даже то, что мы вот наблюдали за историей личностью Навального, все забыли, что произошло. То есть Собянин взял и поддержал пятерых, ну, четверых, поскольку Иван Мельников сам собрал себе подпись муниципальные и Собянин сам себе собрал. Наугад, селективно поддержали четверых, а всего было 38 кандидатов, да. Значит, 30, сколько там, 32 пошли гулять куда-то. Это значит, что мы с женой присутствуем? Это что, такая демократия селективная, когда Цезарь или его люди, Цезарь, да, правителя, избирают, выбирают себе. Вот выберем мы Навального, Митрохина и поддержим там ЛДПР, свободную... Хорошо, допустим, Эдуард Венич. Это не выборы. Это не похоже на выборы. Представьте себе, что сегодня волшебным образом честные выборы в стране. Вообще честные, кристальные, чистые, честные. Чурова нету, никакого муниципального фильтра нету, администрация президента ничего не решает. Сегодня абсолютно чистые, честные выборы. Кто при этих раскладах побеждает на выборах в стране и в той же Москве? Будет, ни одна партия не будет иметь преимуществ. Соберут приблизительно 7-8% националисты, процентов в 11, левые процентов тоже где-то 9, либералы. И вот так. И это хорошо. Потому что именно это и нужно. Еще какие-нибудь лунатики соберут. Но это-то и нужно. Стране нужно, наконец, пожить с парламентом, в котором люди будут спорить, решать проблемы, а не голосовать за всякую дрянь, носить штаны на трех бретельках или на двух. Это глупость все, что мы сегодня имеем. Ничего не имеет общего ни с какой системой. Это вот утрированная наша национальная история, вывернутая наизнанку и обращенная в сегодняшний день. Вот эти люди, которые заседают, принимают никому не нужные законы, которых никто не будет выполнять. Вот нам нужна многопартийная, много-много сумасшедшая Государственная Дума. Из этого появится коалиционное правительство и где-нибудь в течение года, наконец, выйдут люди, которые этого заслуживают. Но мы это видели в 86-м году. 86-й, 87-й год. Мы не видели этого. Первый верховный... Мы только... Да нет, ну у нас... 89-й год выборы в Верховный Совет России. Это, в принципе, единственные более-менее свободные выборы. Ну и надо было чуть-чуть в том же духе продолжать, еще чуть-чуть потерпеть, и в течение пару лет у нас было бы то, что надо. Так всегда и происходит. А ответ был другой. Взяли за ржавый гаечный ключ и всю страну завинтили. Люди дорвались до бабла и, соответственно, стали душить политическую жизнь. И эти дорвутся тоже задушат. Выкристаллизуется новая власть. Вот она новым гаечным ключом. Или как Николаю Эрнестовичу Бауману Бауману по голове и все. И будет вам политическое... Да, я исповедую политический пессимизм сегодня. Только революция, только хардкор. А наши... Которые тоже надо брать не ты. Я считаю, что в нашей стране огромный дефицит вот абсолютно аскетичных, преданных стране и народу людей. И это правда. В качестве лидеров. И это не гребаный... КОНЕЦ КОНЕЦ